Никогда не думали, какой была бы лень, будь она человеком? Нет? А. Окей. Но вообще я задал этот же вопрос у себя в телеге, и вы наделали симов, которые могли бы олицетворять лень. Посмотрите, сколько из них с котиками. Но ленивее сима с котиками может быть только сим-котик. И боже, это просто гениальная идея. Алекс Шевяков. Кто не знает, да, есть вот такой молодой человек. Воплощение лени. Зачем что-то делать, если можно приказать людишкам сделать все за тебя? У котов 9 жизней, и все эти жизни нужно кайфовать, кушать, спать и так по кругу. И вы посмотрите, весь лохматый. Блин, офигенно. Никогда не видел, чтобы так кота изображали в игре. Причем с татухой. Полное погружение, понимаете? Я наконец понял, зачем ушки добавили в Sims. И вы посмотрите на это доминирование. Использовать других животных в качестве обуви. Типичные коты. Развязная походка. Очень покотячий. И знаете, действительно очень, очень прикольно сделанный сим. Подожди, я гляну, есть ли у нас. У нас есть все наряды. Вау. Они минимально отличаются? Примерно. В одной и той же цветовой гамме? Черт. Ну вот это, конечно, очень хорошо. Хотя, мне кажется, у британцев была бы немного другая прическа, нет? Это как будто слишком заросший. Ну окей, за то, что ты добавил мышц, я могу это простить. И даже характер проработан. Это лежебока гурман с высокими запросами, который хочет стать главарем. Просто восхитительный старт. Сколько еще симов сегодня классных будет? Даже предпочтения указаны. Ему нравятся комплименты, глубокие мысли. И даже то, что я говорил, что Аликсону не нравится сниматься, тоже учтено. Персонажу не нравится фотография и медиапроизводство. Вау. Офигенно. Но лень может быть разной, не только котом. Лень может быть такой. Преступная лень у нас. Лэйзи может казаться милой и дружелюбной, но не тут-то было. Эта очаровашка готова украсть ваше драгоценное время, классные воспоминания жизни и перспективы на счастливую старость. Вау, это глубоко. Да, возможно, у нее нет времени побрить ноги на ногах. Ноги на ногах? Побрить ноги на ногах? Лень проверять описание было, я так понимаю. Ну, в общем, несмотря на то, что она не приводит ни тело, ни кожу в порядок, она всегда найдет на тебя силы. Давайте глянем. И первым делом в характер, раз уж мы заговорили о том, что это преступная лень, это лежебока, клептоман, неряха. Хочу замерить, что нет предпочтений. Видимо, было лень. Если без всяких шуток, то мне нравится наряд. Он уютный. Уютная лень будет дальше. Но в целом, классный наряд. Остальные наряды есть? Остальные наряды есть. Везде разная прическа. Это здорово, это детали. Но не лень будет потом менять каждую прическу. Ну, а вообще здорово. Серьезно. Прям очень уютно. И, наверное, в этом и опасно. Потому что, как в описании было написано, ты такой немножко расслабляешься, думаешь, она добрая, очаровательная. А потом раз, и она украла все твое время. Слушайте, мне очень нравится. Да, детали, само собой, касаемо того, что лицо не совсем в порядке. Хотя, мне кажется, блин, было бы здорово, знаешь, наверное, вывести ее во что-то именно успешное. Вот этого персонажа. Потому что по лицу она вроде очень даже ничего, знаете ли, так. Но, опять же, в этом, видимо, опасность Лени. И, к слову, об опасности. Черт возьми. Это что такое? О, мой бог. Это как? Это можно сделать в игре? Слайдеры? Это позвол... Нет, этого не может быть. Подожди. Как это возможно? Черт возьми. Мне нравится, как брови обрамляют лицо. Очень красиво. Натуральный бирюзовый цвет глаз. И усы. При гладко выбритом лице. Но не теле. Насчет тела. Что это такое? Величественное создание. Я не знаю, какие эмоции испытываешь к этому персонажу, честно скажу. Есть хоть один наряд, которому подходит это телосложение? Я вижу, ты сделал все наряды. Вау. Стоп. Я чую какой-то подвох. Нет? Вау. Я немного без слов. Особенно его официальный наряд, это просто халат со штанинами. Очевидно, это лежебока и неряха, я так понимаю, это мы сегодня будем видеть часто, но ревнивый. Я так понимаю, посыл в том, что если уж у этого великолепия и появится девушка, то он будет держаться за нее настолько... Господи, этот нос просто... Я даже не могу закончить предложение. Оу, ма, я только сейчас заметил, что багаж, что у него в порядке, это на максимум. Вау. Давай дальше. Я заприметил вот эту парочку и кое-что особенное есть в этой мадам. Это парочка фрилансеров, которые уехали подальше от города в лесной домик и Саймон, слов назван так, в честь Саймона Тофилда. Как здесь пишут автора веб-сериала Саймонская. Я помню название, но не помню, что за сериал. А-а-а, все, я понял, очень прикольно. Был популярен, кажется, в начале десятых или вроде того. Но сначала обращу внимание на мадам в этой семье, потому что, о боже, какое внимание к деталям. Весь выпуск приурочен к выходу трека. И обложка трека выглядит вот так. На всех моих обложках есть вот эти полосочки, которые вы можете найти в оформлении, собственно, и этого канала, и разговорного канала. Везде эти полосочки. Стиль. Кстати, видос на трек можно тут посмотреть или в описании я оставлю ссылку. Так вот, узнаете, это же тоже полосочки на фоне этого же цвета. Это практически обложка. Точно так же, как и этот парень. Те же цвета. Да и в видео, собственно, те же самые цвета. Вот за это большое спасибо. Ладно, давай глянем парня и потом к мадам перейдем. Я так понимаю... Это сделанные наряды или нет? Я так понимаю, что сделанные. Потому что у нас есть татуха нужного цвета. Здесь и симс, и вот этот самый фиолетовый. Ее не видно в обычном наряде, так что я так понимаю, ты хотел или хотела, чтобы я увидел это в других нарядах. Так что, собственно, да. Другие наряды сделанные. Все. Гень. Шерлок Холмс. И знаете, здесь, по-моему, такая хорошая, здоровая лень. Я бы даже сказал скорее отдых. А глядя на этот наряд, я бы сказал, что очень хороший отдых. Боже, я не знал, что такое есть в игре. Откуда это? Ааа, это с набора Андис. Андис это что-то вроде трусишек. Понимаете? И да, знаете, это вот та здоровая лень и отчужденность, я так понимаю. Потому что чел меломан, одиночка, вегетарианец. Просто хочет заниматься своим ментальным здоровьем. Ааа, и это его невеста. Интересно, будет ли здесь та же самая татуха? И да, везде разные прически. Эх, татухи нет. Но у них совпадающие нижние половины, я бы сказал. Те же тапочки, те же труселя. А я уже было посмотрел на характер и думал, как эти ребята сочетаются. Потому что у них вроде бы нет так много общего. Она любит природу, делать всякие штуки руками и творчество. И знаете, что еще я заметил? Во-первых, те же самые цвета, молнии, облака. Эти же кадры есть в музыкальном видео. А я это в кружочке показывал, может быть, всего пару секунд. Вот это внимание к деталям, пипец. Все остальное, слушай, нравится. Хотя я не уверен, что это самые ленивые персонажи. Мне кажется, они наиболее точно именно попадают в трек. Я так понимаю, это больше хуманизация именно трека, чем лени в общем. Но здорово. Может быть, показать, что я сделал? Или нет? Давайте разбавим немного юмором. Я тут кое-кого нашел. И, честно говоря, это еще один персонаж, по поводу которого я совершенно не знаю, какие чувства мне стоит испытывать. Взрослый вампир. Он хочет лишь спать в гробу и раскидывать пакеты с кровью. Это живот или он беременный? Я не очень хорошо понимаю. Нет, он точно беременный, потому что все у него... Это почти отрицательные значения. Это самое худое и не мускулистое нечто, что можно сделать в игре. Забавно, как при этом он является эгоцентричным. Чел, я тебя не боюсь. Точнее, не из-за твоих движений. Часто встречаемые лежебока и неряха. При этом человек хочет стать повелителем вампиров. Удивительно, что ему нравится флирт. Мне кажется, вот этот персонаж и флирт находятся в противоположных сторонах спектра, знаете ли. А, подожди, у него дополнительные черты характера. Задира. А, у нас же теперь больше черт характера. Не только три. Но остальные можно получить только играя за персонажа. Ты использовал или использовала это в игре? О боже, я хочу увидеть скриншоты. Пожалуйста, скинь в телегу в комментарии. Остальные наряды у нас есть? Да, слушайте, вы все сделали все наряды. Вот это, вот это спортивно. Боже, что? Как такая комбинация вообще может существовать во вселенной? Дюрага. Опасная футболка. При этом, окей, я не против такого белья. Но не на вампирах же. Окей, тапочки, тапочки круто. Для вечеринок. Очевидно, чтобы быть главной звездой. Хотя, блин, вот мне кажется, вот с этим мега прыщом на животе, он звезда в абсолютно любой компании. О, вот теперь мы можем это рассмотреть. И лучше бы я этого не делал. Летняя одежда, чтобы не запариться. И зимняя, чтобы не зазимниться. Извините, не замерзнуть. Нет, 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 нет. Нам нужно двинуть дальше. Нужно немного прийти в себя. И знаете, тут такое количество потрясных персонажей. Очень советую глянуть в хэштег Last Junior Pure Laziness. Потому что у нас есть Jack Slack. И вот эта вот иконка, которая очень сильно меня смущает. Есть и такое, что-то более серьезное. Знаете, бомжеватое. И, видимо, лень было описание писать. Даже ник, похоже, было лень придумывать. Хотя, слушай, неожиданно это не первый человек, которому лень придумывать ник. Потому что прям рядом находится это. Самым ленивым было бы просто зайти в касс и сразу отправить персонажа на этот смотр. Ну, потому что что, лень делать. Я так понимаю, кстати, вот здесь так и сделано. Потому что как будто это дефолтно выглядящий персонаж с именем Артем Устинов. Извиняюсь перед Артемом и Устиновым. Но игра часто ставит это имя просто по дефолту. Но давайте сейчас глянем вот этого персонажа. Здесь постарались найти баланс. Потому что эта лень в человеческом обличии. Что-то неряшливое, но милое. И уютное, но грустное. И болезненное. При этом важно, что тут не пытаются романтизировать болезненный вид и все, что с этим связано. Спасибо за вдохновение треком, кстати. Именно поэтому персонаж весь такой фиолетовый. И давай глянем. Получилось ли найти этот самый баланс между ленью плохой и ленью уютной. Во всяком случае, крайне интересное лицо. Вот что сразу можно заметить. Подожди, это шербинка между зубами? Да, это оно. Стиль Лондона. Сейчас, наверное, максимум 4 человека поняли эту отсылку. Пожалуйста, напиши, если ты один из них. И стоит продолжать делать видео на тебе вообще. Да. Лейзи Несс. Внезапно большой бедокур. Вот этого я не ожидал. Чего я ожидал? Это, как понимаешь, лежебока и неряха. Угрюмая при этом. Ну да, кстати. Как будто это можно сказать по персонажу. Есть предпочтение. И это прямо тупо трек. Потому что здесь черный, фиолетовый и легкая музыка. При этом ей не нравится фитнес. Вау. Но мне нравится персонаж. Опять же, все слайдеры просто в ноль. Оу. Вот это очень интересный внешний вид. Спортивный наряд. Ну да, для человека, который не хочет заниматься спортом, просто накинуть олимпийку или как эта штука называется. Так много людей ставили тапочки сегодня. Я так понимаю, это лениво и уютно. Вау. Это очень-очень недурный наряд. И так, как понимаете, снова отсылка к обложке. Потому что фиолетовые цвета, линии. Слушай, макияж интересный. И то, что у нее... Да, у нее веснушки были все это время. И эти круги под глазами. Оу. Вау. Это для купания. Я не... Подожди, майки можно для купания? А, наверное, убрали фильтр по купальным костюмам. Кстати, так можно делать. Если вы хотели, например, когда-нибудь нарядить официального Сима в что-то неряшливое. Ну, или в целом совместить какие-то несовместимые категории одежды. То вы можете просто удалять вот этот фильтр. То есть, переходите, например, в официальную одежду. Просто убираете костюм. И теперь в официальном наряде можно носить просто нижнее белье. Или майки. Или что-нибудь рваное. Или засаленное. Вау. Этот выпуск еще и образовательный. Я не до конца уверен, он больше уютный или юмористический. Вау. Ну, с такой одеждой он точно стал гораздо более уютным. Мне очень нравится персонаж. Я не знаю, насколько это здорово, но очень, очень классная мадам. Давайте сделаем шаг в сторону теплой и очень уютной Лени. Я делал это на стримах. Причем этот стрим был настолько офигенным, что попал в плейлист лучших стримов за все время. Целые годы записей стримов доступны спонсорам на YouTube или на Boost. И не только это все, но и другие-другие бонусы. Сами стримы, кстати, открыты всем. Проходят на Твиче. В описании есть ссылка. И посмотрите, пожалуйста. Вот поставьте на паузу. И как думаете, нормальная идея или нет устраивать вот такие небольшие битвы в кассе с вами? Хотелось бы затестить этот формат. И сам видос вот этот вот выходит в субботу. Уже в воскресенье стрим с этой темой. Так что присоединяйтесь. Давайте посмотрим, зайдет оно или не зайдет. А я пока покажу своего персонажа. И знаете, лежебока, да, как у очень многих, но любителя книжек и любителя кошек, на удивление редко можно было встретить. Опять же, я советую вам самим пройтись в галерее по хэштегу LaJuniorPureLaziness. И вы увидите, что да, этот характер встречается на удивление редко. А писателей там вообще раз-два и обчелся. Но мое видение было именно как женщины-писатели, которые любят книги, любят котов, все уютное, какой-нибудь камин. То есть не такая прямая корреляция с самим треком, сколько скорее с именно, опять же, уютной, хорошей ленью. Еще очень у немногих людей были волосы на ногах. В то время как подавляющего большинства идеально выбритые ноги. Разве не лень их брить? Я своего персонажа, кстати, даже не красил. Здесь нет макияжа. Единственный макияж, который есть, это в официальном костюме. И было лень. Купальные костюмы. Ничего супер фэнси, шорты, майка, пофиг, посидим так у бассейна. Один из моих любимых нарядов. Я не знаю, честно, как вам, но я просто обожаю вот эту вот комбинацию. Один раз мы сегодня уже видели в других цветах ее. Но это, наверное, один из самых уютных нарядов, которые есть в Sims 4 вообще. Следующий конкурс уже в телеге. В описании есть ссылка вот этим ребятам. Огромное спасибо, просто вас обожаю. И зацените видос. Да, мы сегодня смотрели, каким человеком была бы лень. Но какой бы она была музыкой.